приветствую всех зрителей моего канала снова с вами я наталья это мой новый выпуск мы в центре стамбула площадь площадь такси так семейдан и так это звучит по турецки находится на европейской части стамбула является самой посещаемой достопримечательностью этого города абсолютно все туристы и все жители турецкой республики посещают это место когда бывают в этом городе ничем примечательным она не отличается но тем не менее посещают ее абсолютно все на площади такси берет начало свое знаменитая улица и стекляр здесь находятся самые известные рестораны города отели а также множество магазинов где вы можете совершать свой шопинг ну что я думаю что пора знакомиться нам с этой площадью поближе тем более есть очень примечательный для этого повод переводе с турецкого такси означает распределение исторически так сложилось что именно здесь ходили все главные водопроводы города и уже отсюда вода поступала во все районы стамбула еще со времен султана махмуда первого а в центре этой площади располагается самый наверное знаменитый монумент в турции это монумент посвященный пятилетию создания турецкой республики создал его итальянский скульптор 11 метровый монумент изображает основателей новой турции в центре вы видите мустафа кемаль ататюрк и его верные помощники которые создали именно светское государство именно ту турцию в которой мы живем интересен этот памятник тем что он является двухсторонним на одной стороне ататюрк изображен до образования турецкой республики вот он еще в военной форме а на другой стороне которая выходит на улицу и стекляр ататюрк изображен в светской одежде и смотрит вперед в будущее и надеется что турция будет всегда оставаться светским государством если мы поднимательнее рассмотрим этот монумент за спиной ататюрка мы увидим наших деятелей фронзы и ворошилова именно ататюрк распорядился увековечить их вместе с собой так как был благодарен владимиру ильичу ленину за содействие в освободительной борьбе турецкого народа несколько лет назад площадь таксим была подвержена серьезнейшей реконструкции убрали все автомобильное движение площадь таксим является развязкой можно сказать отсюда вы можете добраться в любую часть не переживайте с транспортом проблем у вас не будет а вот здесь берет свое начало знаменитая улица и стекляр несомненно это самая посещаемая и самая многолюдная улица по ней каждый день проходят миллионы людей улица это пешеходная по ней ходит только исторический трамвай находится здесь много магазинов ресторанов кафешек сегодня я снимаю конкретно площадь таксим не улицу и стекляр как-нибудь следующий раз мы обязательно спустимся вместе по стекляр до самой галатской башни я уверяю вас посмотрите есть на что очень много интересного всего обязательно вам все это покажу а сейчас я иду вернее не иду я все еще нахожусь на площади таксим и покажу вам то ради чего я сегодня пришла сюда и ради чего привела вас вместе с собой ну что вы готовы на один месяц в году стамбул становится цветочной столицей мира в апреле каждый год здесь проходит фестиваль тюльпанов и наряду со всеми достопримечательностями этого города фестиваль тюльпанов привлекает множество туристов именно в апреле месяце период фестиваля в стамбуле расцветает десятки миллионов этих красивых нежных цветов тюльпан является символом турции здесь выращивают около двух тысяч видов именно с турции в шестнадцатом веке тюльпан был завезен в голландию который сейчас называют страной тюльпанов а вот турция не согласна с такой несправедливостью и решила вернуть себе статус страны тюльпанов с 2005 года каждый год в апреле месяце в этом городе организуется вот такой праздник надо отметить что тюльпаны для турции это не просто красивые цветы это символ они сыграли большую роль формирование фольклора и традиции когда впервые тюльпан завезен был в османскую империю он так понравился султаном что стал их любимцем и неспроста расцвет османской империи называется эпохой тюльпанов ну и давайте посмотрим какие тюльпаны представлены на площади такси красивые мне всегда нравились лепестки разноцветные у тюльпанов жаль что не могу передать вам аромат это такой необычный тюльпан похоже на астру но по листьям видно что это именно тюльпан этот цветок относится к семейству тюльпанов есть еще такой тюльпанчик смотрите как гвоздичка правда похоже на нашу гвоздику но это тоже тюльпаны когда я смотрю на вот эти тюльпаны не сразу на ум приходит песня да 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 желтые тюльпаны белые тюльпаны хорошенькие такие правда беленькие тоже классные да действительно на них можно любоваться долго приятные цветы правда живут они не слишком продолжительное время такие остренькие стамбуле еще в османское время считалось чем выше цвет цветок чем острее у него лепестки тем он больше ценился тем он красивее тоже желтенькие но немножко другой сорт красота просто неимоверная никогда не видела что бывают такие тюльпаны и вот наверное самый необычный тюльпан который я увидела на этих импровизированных клумбах кучеря вы видите такой с такими листьями необычными желто-фиолетово-красными а вот еще встретите какие классненькие красивые насыщенные винные цвет бордовые турецкие султаны были не дурочки им нравилось все красивое наряду с драгоценными камнями они хойли и лелеяли этот нежный цветок вот тоже необычный правда правда во дворце султана во время цветения тюльпанов по ночам на клумбы где растут цветы выпускали черепах каждой черепахи на панцирь приклеивалась свечка и вот когда черепахи ползали вокруг этих клуб головки тюльпанов красиво подсвечивались вот так развлекались турецкие султаны ну что я вам показываю вы видите эту красоту посмотрите эту невероятную красоту я вам всем отправляю со стамбула и все непременно хотят сфотографировать в те времена вывозить тюльпан с османской империи было строжайше запрещено за это могли просто-напросто отрубить голову причем эти цветы были доступны лишь королям принцем и султаном простые люди не имели права выращивать у себя дома это была привилегия королей вот такая интересная история у этих милых добрых цветов существует легенда которая мне очень нравится на дне желтого тюльпана спрятано счастье и достанется это счастье только тому кому раскроется этот тюльпан и сколько не бились люди тюльпан не раскрывался но вот однажды к тюльпану подошел маленький мальчик он так обрадовался этому цветку стал смеяться смех его был настолько невинен настолько прекрасен что цветок раскрыл свои лепестки и с тех пор все те кто видят желтый раскрытый тюльпан обретает счастье все было бы отлично если бы не одно но считаю что вот эти импровизированные клумбы но совсем смотрится не эстетично такое впечатление что я попала на оптовый рынок цветов знаете когда цветы покупают оптом их в таких коробках больших складирует когда приезжает оптовики они раскупают вот у меня ощущение что я нахожусь на базаре оптовом базаре цветов могли бы придумать что-то более интересное для центральной площади стамбула тем более что делать они это умеют надеюсь мне сегодня удалось вам передать частичку стамбула всем пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайк с вами была я наталья